приветствую тебя друг ты на канале веселый инженер меня зовут андрей и в этом выпуске я расскажу тему которую меня часто просят пишут мне вконтакте везде о всех социальных сетях вот такая то проблема не обрабатывается деталь невозможно обработать низкая стойкость инструмента что проверить что влияет какие параметры можно посмотреть на что обратить внимание в первую очередь сегодня до практические рекомендации которые помогут значительно увеличить и стойкость инструмента и качество ваших поверхностей которые у вас получаются на детали а также не совершать эти ошибки в будущем не переключаемся погнали и так бывает такая ситуация что у вас к примеру вы обрабатываете деталь и износ инструмента это может быть примеру токарная операция может быть фрезерная операция может быть сверлильная операция ли зуба фрезерная какая угодно операция и именно поэтому сейчас мы рассмотрим основные критерии и так первое что надо обратить внимание это твердость первое естественно твердой заготовки как же можно обрабатывать заготовку если она имеет повышенную твердость оптимальная твердость для заготовки это будет либо нормализация то есть это будет 156 или 200 тире 229 единиц по брюнелю но в случае если у вас пример идет токарная обработка или сверление или протягивание то твердость желательно получать на заготовке в районе 190 тире 200 единиц по брюнелю также ваша заготовка может быть в зависимости вот конечно марки стали может быть улучшена это уже будет твердость порядка 241 диапазон тире 285 единиц соответственно тоже по брюнелю все что выше все что ниже это уже будет плохая обработка то есть если деталь мягкая то соответственно будет налипание на режущий инструмент что негативно будет влиять примеру при сверлении при протягивании это будет смертельно для вашей протяжки и про при токарной обработке конечно это будет плохое стружка дробление и все сопутствующие элементы поэтому твердость это первое на что надо обратить внимание на твердость вашей заготовки второе и немаловажное но к сожалению не порой нельзя это исследовать у вас где-то в гараже если вы у вас налажено производство именно там эта структура металла конечно звучит это страшно и кажется что что такое структура металла до чем ты говоришь то мы просто берем болванку обрабатываем да все дела да именно так вы делаете правильно вы берете болванку у вас какая-то сталь сталь 40 45 40 х какая-то такая стандартная до обычная сталь и вы начинаете обработку но вы не подозреваете что в зависимости через какую термическую обработку она проходила через какие режимы нагрева охлаждения она проходила ее структура будет меняться это может быть какой-то перли до с добавлением бенита до различные с орбитообразные какие-то соединения то есть от этого тоже может зависеть потому что порой вы можете проверить твердость которая у нас была пол там номер один она будет допуске но структура металла будет не соответствовать как говорится всем так называемым мыслимым нормам до или как их назвать правильно таких внегласных правил кстати следующего видео наверно в одном из следующих видео я попробую вам рассказать про термообработку и как она влияет какие плюсы и минусы при механической обработки поэтому обязательно подписывайся на канал и ставь стать лайкос на это видео и так вторая структура хорошо третье режимы резания глупость конечно вроде бы выше профессионалы вы всегда знаете какие режимы до нужно ставить на разных операциях механической обработки до металла но бывают случаи что вы к примеру смотрите это видео и вы не работаете за станком а вы являетесь инженерно-техническим работником или руководителем или мастером участка и так далее то естественно работяга чтобы заработать больше денег начинает накручивать режимы резали он начинает увеличивать подачу да вообще в общем скоростью резания да и старается тем самым ускорить обработку данной детали естественно скорость обработки детали растет но и растет скорость износа инструмента и порой в сочетании с первыми двумя пунктами это становится смертельно для вашего режущего инструмента и так усвоили до твердость структура режимы резания и дальше чему мы переходим это оборудование конечно оборудование редко в некоторых случаях влияет на качество обработки предположим если у вас какие то есть люфты на станке да какие-то перекосы износы направляющих естественно обработка идет неравномерно и ваш режущий инструмент не выдерживает примеру возьмем такой вот станок примеру протяжной да вам нужно протянуть шлифт какое-то отверстие да и детали плохой адаптер деталь становится с перекосом соответственно может быть разные припуски попадать на протяжку момент протягивания и это будет вести к неравномерному износу неравномерной нагрузки нет неравномерной в первую очередь распределению неравномерному сил резания да и они будут действовать на протяжку с одной стороны больше с другой меньше в общем это такая тема достаточно интересно ну конечно вы надо знаете что все оборудование должно соответствовать нормам геометрической точности которые в него у этого оборудования есть в паспорте поэтому на любой станок берете паспорт и желательно хотя бы ну раз в полгода проверяйте основные параметры которые будут влиять на механическую обработку не обязательно мерить все самого нуля но если у вас все плохо то продолжаете идти дальше 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 пока не дойдете к тому параметру который в принципе влияет на то что на выходе вы не имеете геометрических размеров которые позволяют получать качественную заготовку и так твердость структура в режиме резания оборудование естественно дальше мы идем инструмент и приспособления инструменты приспособления я объединил в один пункт потому что это в принципе все оснастка это режущий инструмент технологическая оснастка это составляющая вашей операции механической обработки естественно если режущий инструмент не надлежащего качества если режущий инструмент прошел переточку и не получил соответствующего покрытия то его режущие характеристики будут значительно снижаться я не говорю что он будет работать плохо но он будет работать уже хуже чем работал до этого также существует риск того что при выборе инструмента вы совершили просто ошибку вы выбрали инструмент не для той стали вы выбрали инструмент который не подходит под те режимы резания которые у вас указаны технологическом процессе вы их установили и у вас происходит повышенный износ либо не получаются какие-то параметры примеру по шероховатости или точности вашей поверхности приспособление также играет большую роль если вы неправильно базируете если заготовка не стоит жестко при любой операции механической обработки заготовка должна жестко стоять в станке никакой болтанки перекосов ничего этого не допускается станок к сожалению не видит как стоит ваша заготовка не видят как она себя ведет при вращении сеток куда тело вращения да как она бьет и так далее и он продолжает резать по одной линии такой вопрос мне кстати задавал один из подписчиков как будет шероховатость зависит от того что если там биение пола заготовки будет конечно шероховатость имеется определенные погрешности и так вот эти рекомендации это одно из самых таких основных и завершим мы последняя рекомендация это правильный выбор смазочно-охлаждающей жидкости или сошка к ее называть правильно подобрать для зуборезной операции это будет одна для шлифования это будет совсем другая сошь для токарной обработки будет 3 для для допустим нарезания резьбы внутренних и наружных поверхностей может быть 4 может используется которая для точения но к примеру если вы режете внутреннюю резьбу метчиком то есть специальные масла которые просто но феноменально увеличивают стойкость режущего инструмента в общем вот такие простые рекомендации если еще что-то непонятно или может быть вы еще что-то считаете что нужно дополнить к видео обязательно пишите мне в комментариях пообщаемся на этом прощаюсь ставьте лайкос подписывайтесь на канал и не забывайте делиться данным видео со своими друзьями всем добра пока пока